Расскажите, пожалуйста, какой сегодня день? Сегодня такой знаменательный день. Сегодня 31 мая. Это Всемирный день пестаблока, который у нас очень активно отмечается. Он был когда-то провозглашен еще в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения. И цель этого дня еще раз нам поуметь, еще раз попытаться донести до сознания людей, что курение – это не вредная привычка, это серьезное наркологическое заболевание. Количество смертей от курения во всем мире достигает очень колоссальных цифр. Это и курение, и последствия пассивного курения. То есть страдают люди, не только которые даются сами куренщиками, которые вынуждены вдыхать дым от курения, вдыхать дым от тех, кто курит. И это действительно серьезная проблема. У нас в больнице открыт кабинет отказа от курения. Но от количества людей, которые обращаются, их, к сожалению, не так много. Это связано, наверное, с тем, что в нашем обществе на проблему курения, как я уже сказала, смотрят, как нам. Ассоциализируется она как бледная привычка, а не серьезное наркологическое расстройство, которое требует такого плана, такого многостороннего лечения и медикаментозного, и немедикаментозного, психологического. Люди стесняются обращаться с этим, потому что считают, так как не будет, да, сам снова бросить. К сожалению, это не так. И почему причина, почему такая зависимость? Если мы посмотрим на курение, вот курение, это в суставе сигарет есть никотин. Никотин это нейротропный яд, который активизирует, стимулирует центральную нервную систему. Вот когда человек закурил, через 7 минут уже никотин попадает в мозг. И начинается взаимодействие с никотиновыми рецепторами. А это способствует выработке нейромедиаторов. И вот как раз таки эти вещества приводят к этой зависимости. Когда уровень этих веществ в организме падает, вот куречек покурил и не курит, возникает так называемый синдром, ну такой абстинентный синдром, синдром отмена. Вот если посмотреть вообще на никотиновую, правильно говорить, табачная зависимость. Вот табачная зависимость, она у нас рассматривается международной классификацией болезни как физиологическое расстройство поведения. И если мы посмотрим на то, что такое никотиновая зависимость, вот эта разновидность табачной зависимости, она включает в себя три такие стадии. Первая. Вот человек бросил курить. Буквально через какое-то время у него начинает развиваться вот этот абстинентный синдром, синдром отмена. Иго своего достигает через 24-28 часов. Что он включает в себя? Это раздражительность, как бы нарушается концентрация внимания, появляются головные боли, может повышаться аппетит. Нарастает вот эта раздражительность еще и в связи с тем, что уровень никотина падает и сюда добавляется что еще? Усиление кашля внутренние часы, расстройство сна и очень страстное желание покурить. Вот эти симптомы для человека становятся, можно сказать, невыносимыми. Как правило, выраженность этих симптомов, она через где-то две недели ориентировочно, она снижается. Но выдерживается это очень долго человеку, когда он бросает курить. Второй симптом – это курение, это привычка. Это привычка, которая проявляется в том, чтобы подержать сигарету в руках, поднести ее в рту, повдыхать дым. И вот эта болиденческая реакция, она очень быстро закрепляется, потому что идет на таком, идет активизация центральной нервной системы, никотина, и эта болиденческая реакция закрепляется на уровне уже такого условного рефлекса. Ну и третье – вот такое быстрое изменение уровня никотина в мозге, которое приводит к таким положительным ощущениям. Вот все вместе, все эти симптомы делают эту зависимость очень сложной. И естественно, когда человек плюс к никотинам, возникает такое привыкание. То есть если человек, вот он курит, курит, курит в течение дня, потом он, например, ложится спать, через 6-8 часов, по статистике, подсчитано, что эффект от воздействия никотина очень быстро снижается. И когда человек просыпается, вот он говорит, фу, как классно, я покурил. Это просто вот идет синдром, самое какое-то время, эффект воздействия никотина, он снижается, идет некий такой синдром отмена, определенные неприятные физиологические ощущения, вот этот психологический дискомфорт. И человек покурил, пошла новая порция никотина, новая реакция в мозге, новый выброс нейромедиатра, вот этот вот нейромедиатр, и в результате человеку кажется, как классно, это идет просто зависимость. Как правило, при курении у нас зависимость, первое, это психологическая, потом физиологическая, физическая, со своеобразным синдромом отмены, и все это делает, чем обеерно. Это очень тяжелое, но зависимость очень тяжелая. Спасибо большое, это очень интересно. Я теперь буду об этом знать и буду делиться со своими знакомыми и друзьями. Будьте здоровы! Обязательно! Спасибо! Спасибо!